здравствуйте дорогие друзья если вы снова видите меня значит мы с вами на канале сад огород своими руками и я рад вас приветствовать сегодня как и обещал раньше нашим постоянным зрителям я продолжаю видео о выращивании огурцов финских колбасках ну это такое название финские колбаски кому интересно в конце видео я поставлю конечную заставочку и кто не видел первое видео обязательно можете перейти и посмотреть предыдущее видео которое было снято 17 дней назад и вот мы снова в той же теплицы теплицы моего брата мы видели в прошлый раз небольшие огурчики буквально они едва-едва доходили до колен сейчас вы видите что произошло в этой теплицы за 17 дней друзья конечно прогресс налицо теплица та же самая колбаски те же самые растения те же самые все растет все меняется все развивается и теперь подробнее особенно хочу остановиться на вопросах которые задали к первому видео многие наши зрители интересовали многие вопросы интересовала какого размера колбаска влажностный режим система отопления все 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 и я сейчас коротко постараюсь в этом видео об этом рассказать в том числе были вопросы еще по формированию стебля как мы в 2 стебля в 3 стебля или в 10 сейчас я на все отвечу итак приступим как видите растения уже имеют рост больше двух метров и обратите внимание что с ними было сделано была прищипнута верхушка то есть дошло до подвязочной проволоки верхушка прищипнута до этого момента растения формировалась в один стебель все пасынки обломаны ну к сожалению я не успел сегодня с утра приехать был собран урожай уже вывезен на реализацию поэтому крупных огурчиков мы с вами не увидим подрастают следующие ну конечно такие никто не срывает такого размера они должны быть чуть-чуть покрупнее поэтому ну осталось то что осталось друзья все что осталось то могу вам и показать в принципе несмотря на то что были собраны показать есть что и так значит растение прищипывается до достижения некоторого уровня формируется в один стебель все пасынки обломаны с одного междоузля как видите идет ну буквально везде по 2 а кое-где и по 3 по 4 огурца затем когда уже уйдет уйдет урожай с этого стебля с междоузли будут оставляться пасынки спящие почки все равно пробудятся и пойдут из листовой пазухи и вот уже тогда на боковых побегах мы будем получать дополнительный урожай ствол стебель почти уже ничего не будет давать чтобы повысить урожайность мы конечно же продолжим выращивание именно получение урожая с боковых стеблей и так следующее обратите внимание что сейчас происходит в этих колбасках как видите все покрыто мульчирующим материалом в виде соломы это нам позволяет конечно же реже поливать буквально в два раза сократилось количество поливов почва давайте заглянем на почву слой соломы ну 57 сантиметров буквально почва влажная почва не мокрая но влажная пленка спрашивали про дренажные отверстия в пленке в этом коробе потому что понятно земля находится в пленке черная пленка друзья есть дренажные отверстия на всякий случай они конечно же предусмотрены хотя стараемся не переливать вот кстати пропущенный огурчик такой который можно сорвать кстати правильно срывать огурец я уже показывал в одном из видео не ну все равно есть некоторый угол и вот сторону угла надо его и срывать тогда он легко отрывается огурчик вот друзья размеры этих колбасок я вам сейчас буквально на пальцах покажу значит ширина 20 40 сантиметров и высота 20 порядка 35 сантиметров вот такой объем земли находится в этой колбаске расстояние тоже спрашивали между растениями порядка 40 сантиметров вот такая схема посадки отопление осуществляется как видите водяное отопление вот идет труба отопления которая подогревает наши растения с двух сторон и в том числе подогревает короб труба не одна труб как видите 2 нижняя труба больше подогревает землю ну а верхняя нитка отопления подогревает больше конечно же надземную часть растения вот температура в среднем в коробе земли в этой колбаске порядка сейчас порядка 18 градусов ну бывает это до 24 так что это самая оптимальная температура для развития огурцов ну как видите вяжется огурец хорошо потому что с ними проводятся хорошие агротехнические действия в том числе и питательный режим соблюдается и работа по листу микроэлементами о чем я всегда говорил и рассказывал о важности именно работы с микроэлементами друзья осуществляется полный комплекс работ которые необходимы для хорошего роста огурца вот кстати смотрите здесь пропущенные пасынки но такого допускать нельзя потому что растение еще недостаточно развита но она развита нормально но она еще не отдала и происходит то что часть питания уходит в пасынок и видите здесь огурчик не завязался и на стебле огурчики тоже не вяжется поэтому мой вам совет вообще по правилам пасынки изначально убирать пропущенное растение все если посмотрим еще раз более пристально здесь огурец пожелтевший он уже скорее всего не завяжется и соседние где пасынки не пропущены вот эти огурцы завяжутся вот в чем разница это очень наглядный пример друзья как оставлять пасынки в такой фазе развития огурца что было еще сделано но приблизительно до пятого листа были обломаны молодые огурчики это делать тоже необходимо потому что слабое растение она их просто может не потянуть и тогда будет происходить то что я только что показал огурчики просто будут отпадать друзья много вопросов еще ну буквально несколько зрителей задали вопросы о том что можно ли такую схему выращивания в колбасках вот этих использовать в открытом грунте ну как мне сейчас подсказал брат что ну зачем просто эта система используется при выращивании по морозам потому что они были посажены феврале тогда земля холодная поэтому ну в открытом грунте проще просто дождаться теплой погоды пока прогреется земля и уже высаживать грунт и не стоит с этим трудиться почему потому что я все-таки это очень трудоемко поэтому я тоже честно говоря не вижу смысла в открытом грунте можно вопросов нет но тяжело и стоит ли это того они используются именно для получения ранней продукции которая имеет хорошую высокую цену вот как то так а сейчас я вам покажу еще один способ менее трудозатратный и менее дорогостоящий но тоже дающие хорошие результаты я вам сейчас покажу огурцы высажены в этот же срок но выращиваем и немножко по другой технологии посадки и так друзья как видите здесь такие же огурцы посажены но они не в колбасках они просто растут на гребнях то есть была земля из земли был организован гребень застелен конечно же мульчирующей пленкой потому что мульчирующие материалы у нас применяются довольно таки активно и широко видите влажность сохраняется не растет трава это очень удобно простая пленка ну можно также с панбондом черным только плотным хотя бы 50 грамм на квадратный метр ну как видите развитие немножко слабее конечно почему потому что температура все-таки в почве холоднее чем в колбасках но это на данном этапе потому что когда придет жара 30-40 градусов то могут в колбасках просто почва может уже начинать перегреваться для этого накрыта соломой чтобы не было перегрева здесь же в гребне никогда такого не произойдет а так развитие в принципе относительно похожее так что кому не подходит колбаски кто не хочет вкладывать средства и много труда просто нагребите вот такой гребень и ранняя продукция то же самое вам будет обеспечено здесь нет под этими гребнями никакого нет подземного отопления друзья все прекрасно растет и так вот друзья собственно как и обещал экскурсию такую небольшую я для вас провел ответил обозначил некоторые вопросы которые вас интересовали волновали если кому-то интересно я в принципе ну через некоторое время мы можем повторить и если будут вопросы у вас еще вы зададите их в комментариях то я обязательно постараюсь на них ответить и показать на примере ну как сегодня например по формированию по формировке куста вот на этом разрешите закончить кому понравилось видео ставьте лайк кто не подписался подписывайтесь всегда рады новым подписчикам спасибо всем нашим постоянным зрителям всего доброго до свидания до новых встреч